Всем привет народ, наконец-то мы дождались выхода патча 1.101, который принес нам в игру новый контент, а это танки, самолеты и корабли. И героем как раз таки этого видео будет новинка японской наземки, Чиха Лонгган, старший брат Чиха Шортгана. Сей агрегат находится на втором ранге с боевым рейтингом 2.7 и вооружен уже 120 мм длинноствольным орудием, ради установки которого приходится пожертвовать башной или же руки, ну кому как удобнее называть. Что не лучшим образом сказывается на живучести этой машины, так как даже толковых щитков для защиты экипажа здесь просто банально нет. Но вот ведь парадокс, из-за того что Лонггау расположен на таком низком уровне, то нам частенько попадаются неопытные игроки, которые просто банально забывают про пулеметы. И вначале стреляют с основного калибра, и про пулемет вспоминают уже в последнюю очередь. Единственное что спасает от моментальной гибели всего экипажа, так это огромная казенная часть, которая может спокойно впитывать в себя большую часть урона, если ее грамотно поставить под огонь противника. Благо, хоть она и крутится не на все 180 градусов, но даже того что есть, а это градусов 60, вполне хватает чтобы ее подставить и эритироваться за какое-нибудь укрытие. И в этом нам помогает 170 сильный движок, что для такого монструозного аппарата, ну не сказать что хватает за глаза, но достаточно для того чтобы откатиться или быстренько развернуться на месте и встретить противника лицом к лицу. А встретить то есть чем, 120 мм орудий на таком уровне, если и не внушают ужас, то как минимум заставляют задуматься, стоит ли высовываться под такой-то калибру. К орудиям лонгана доступны всего два типа боеприпасов, полубронебойный с пробитием в 103 мм в упор и фугас, который возить бессмысленно, так как боекомплект у нас ограничен всего 10 снарядами. С таким количеством особо не разгуляешься, да и скирастрелить для такого орудия вполне себе неплохая, с экспертами у нас скорость перезарядки составляет 10,5 секунд, да и пробитие фугасом всего 25 мм, что весьма приспортно. В итоге, машинка это интересно и в определенных ситуациях можно неплохо пострелять, да и тактика игры на ней незамысловатая. Едешь, занимаешь позицию, желательно на расстоянии, благо пушка с баллистикой не подкачала и можно спокойно стрелять на дистанцию 800 метров, а то и больше. Единственное, с чем могут возникнуть проблемы, так это с пробитием толстокожих противников, таких как Т-34 или КВ-1. Если у первой хорошая лобовая броня с хорошими конструктивными углами наклона, то у второго ее просто больше, и на расстоянии пробить их будет сложно. А в купе с новой механикой объемных снарядов выцелить погон башни стало сложнее. В общем, на этом у меня все, если вам обзор понравился, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, а я пойду пилить контент дальше. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.